Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот и пролетело лето. У нас зарядили дожди. Почти весь урожай, конечно, собран, уже разложен полоточком, припрятан. Но так как на улице дождь, у меня появилось немного свободного времени, чуть больше, чем обычно. И как я и обещала вчера, я теперь возобновлю наши традиционные выпуски «Ответы на вопросы». И первый выпуск будет сегодня. Первое видео я снимаю. Сейчас я сначала отвечу на вопросы, как я вчера говорила, которые под этим видео заданы. Если останется время, около 30 минут будем разговаривать, беседовать с вами. Если останется время, то я еще несколько последних комментариев прочитаю. Так, вот начинаем. Было видео «Ответы на вопросы возобновятся завтра» под этим видео, которые пришли в комментарии. В первую очередь я их сейчас рассмотрю. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какой сорт более урожайный? Настенька, Клуша или Демидов? Вот смотрите, если рассматривать только эти три сорта, то я вам так скажу, Клуша и Демидов, они более похожи. Они похожи, как близнецы. У них такие загнутые листья, у них такие более круглые формы томаты. И они ниже. Вес указывает производитель 50 сантиметров, а Настенька указывает вес 70-75 сантиметров. И плоды у нее сердцевидные, и вес указан больше. Если Клуша и Демидов 200-250 грамм, то Настенька указана 350 грамм, а вырастает она и до 500, и некоторые даже умудряются выращивать 600 и 700 грамм Настеньки, вот такие сердцевидные, огромные, розовые. То исходя из этого, раз у нее высота больше куста, плод у нее тяжелее, то, конечно, от нее мы ожидаем больше урожая. Но все-таки это все зависит от условий выращивания, от погодных условий, или это хорошее, или плохое. Но все-таки Настя стоит на первом месте. Настенька именно. Так, вот кто-то, Гвен какой-то. Ольга Павловна, ответьте, пожалуйста, завтра какой перцевидный там сорт томата у вас самый крупный и вкусный на ваш взгляд. Ну, тут, конечно, как говорится, о вкусах не спорят, но на мой взгляд, лично мой взгляд, самый вкусный у меня это этот Кенигсберг золотой. Он вот эта такая перчина огромная висит, оранжевого цвета, на разломе такой арбузный, сахаристый, сладкий. Если вызреет прям вот какой-то, как дынный, какой-то фруктовый вкус. Ну, я вообще, об этом, конечно, сложно спорить и рассуждать. Я вот люблю оранжевые и желтые томаты. Мне кажется, они вкуснее и сладче. Вообще перцевидных очень много. Вот в этом году есть перцевидный, розовый, тоже неплохой. Но Кенигсберг золотой у меня на первом месте. Дальше. Аня Давыдова. Как сделать дозаказ по семенам томатов? Я сейчас вот Ане отвечу, и все, кого интересует этот вопрос, могут послушать. Смотрите, у нас началась сложилась такая ситуация. Новинки, которые неизвестные сорта, не было ни обзоров их, ни видеообзоров, естественно, я выращивала их первый раз. И я до самого последнего конца, они у меня были под вопросиком, потому что я ждала, когда они вызреют, как они себя покажут, какие на вкусы. Я вот сейчас только описываю новинки, и многие, увидев первый раз какие-то новые томаты, захотели, естественно, их заказать, а заказ-то уже сделан и выслан в список. Ничего страшного, все это можно поправить. Я нынче, раз уж и так у нас там бардак, уже и дозаказы изменения, некоторые не спрашивая, прям дозаказывают. Я сейчас объясню, ну как, порядок, по которому делать дозаказ. Выбирайте, сколько вам нужно. Например, еще понравилось... Ой, что-то случилось. Еще понравилось вам... Вот, все. А, это, наверное, пришел еще один комментарий. Еще понравилось вам несколько сортов... Вот, подождите, я вернусь на Аню Давыду, ага. Еще понравилось вам несколько сортов. Вы посчитали 10 сортов, ну 10 пачек по 20 рублей, 200 рублей. Так как вы уже платили, номер карты у вас есть или на чеке, или где-то там, сохраняете же вы документы, досылаете 200 рублей, и высылаете обратно, снова туда же, или на почту, или в Одноклассники, но именно туда, где ваш старый заказ лежит, а не в другое место, не во второе. Пишите... Ну как... Новый список, окончательный вариант заказа, или как-то пометьте, что это именно окончательный, переделанный, и пишите не те сорта, которые вы добавляете, а снова весь список, потому что кусками собирать, из старого, например, который вы где-то в начале августа заказали, этот вы в сентябре дошлете, из разных писем, пишите все сначала, как будто вы снова заказываете, делаете заказ, пишите общий список, пишите свой адрес, и пишите данные двух оплат. Все. Первая и вторая. Так, чтобы я открыла вот это ваше последнее письмо, и чтобы глядя на нее, сидя у компьютера, я сидела и собирала эти семена, чтобы мне не шариться по старым письмам, чтобы не собирать с трех, с четырех писем, некоторые уже сделали две до заказа, и две до доплаты дополнительных, нужно все соединять в один комочек, чтобы заказ был единый, только так я его быстро соберу, и быстро отправлю, а если будут разные куски, по пяти, по шести письмам, некоторые по одному, по два сорта добавляют, это, конечно, ужасно, что творится, очень много до заказов, нужно, чтобы было все в одном. Дальше. Вот пишет Анжелика или Ангелика, извиняюсь, не по-русски написано, замечательные томаты, могу ли я еще заказать семена? Живу в Германии, если да, то как? Вот смотрите, изначально, сначала вы должны мне написать или на почту, или в одноклассники, так как сейчас я уже не принимаю заявки, с 1 августа по 1 сентября был прием, но вполне возможно, что сейчас, когда я вот эти обработаю все заявки, это будет, ну, месяц примерно, и я проведу инвентаризацию своих семян, и окажется, что семена еще остались, некоторые сорта, тогда я буду делать дополнительный прием. Но я сразу предупреждаю, кто будет во второй волне заказы, каталог будет намного короче, и какие-то сорта, особенно новинки, которых мало, конечно, оттуда я уберу. Надеюсь, тут все понятно, что первым достанется все, а последним уже укороченный вариант. Ольга Павловна, если я уже отправила список томатов, передумала насчет какого-то сорта, могу поменять или уже поздно? Ответ тот же самый. Вы можете хоть поменять, хоть переделать, хоть добавить, но список надо менять весь и писать заказ сначала, а не так, что заказ был месяц назад, а потом именно дописка. Я вот это вот хочу заменить, потому что мне совмещать эти письма сложно, это будет очень долго при сборе обрабатывать такие разрозненные заказы. Нужно делать один заказ. Передумать можно еще в течение месяца, просто потом вы пишите окончательный вариант заказа. Все. Так, Павел Золотухин. Ольга, здравствуйте, семена Демидов, Настенька, и какие бекалоры крупные у вас еще можно заказать? Павел, объясняю еще раз, сейчас я заказы не принимаю, сейчас пока я не обработаю вот эти старые заявки, и пока я не узнаю, будут у меня какие-то или не будут, бекалоров, конечно, останется много, потому что они в основном заказывают вот эти сибирские, да, Демидов, Настенька, там, Петруша, Батяня. Бекалоры есть загадка природы, крупный, очень хороший, есть медовый салют, очень хороший, есть грейпфрут, есть трапеза влюбленных, очень хороший, есть оаксаканская драгоценность, все бекалоры, они все крупные, мелких нет, вот эти все томаты, они все крупные, скорее всего, они будут, но это будет, наверное, теперь уже в зимний прием заказов в декабре. Татьяна Каргина. Ольга Павловна, как можно дослать другие сорта томатов? Таня, я только что рассказала, что, пожалуйста, доплачивайте, меняйте полностью список, пишите новый, окончательный вариант, все, ничего сложного в этом нет. Натали Лайф. Оля, я оплату произвела 1 августа, но список послала через одноклассники, может, из-за этого очереди еще нет. Наташа, я сегодня же посмотрю, я вот выписываю, выписала уже, кто из, ну, из этих комментариев по поводу заказов, я посмотрю, вы 1 августа оплатили, но вы не сказали, когда отправили письмо, потому что можно оплатить 1 августа, а отправить письмо 10 августа, тогда оно еще, конечно, не прочитано. Но с одноклассниками там вообще проблема. Сегодня на электронной почте, на почтовом ящике, я дошла до 12 числа. Все письма, которые пришли мне на ящик, до 12 числа я все прочла. А с одноклассниками, они идут там не в хронологическом порядке, они как попало, если, например, человек написал 4, а потом еще 11, или 12, или 13 написал, вы получили мои деньги, значит, его письмо уже поднимается вверх на свежие, и то, что он писал 4 августа, это уже аннулируется, уже идет он, его сообщения как более позднее, более свежее. Поэтому в одноклассниках разгребаю. Если кто ходит ко мне в страницу, смотрит там новости, или что, вы видите, вот у меня вверху, вот вверху еще написано, на одноклассниках 545 непрочитанных чатов, вчера было 700 с чем-то. Я стараюсь, разгребаю, прям встаю в 5 утра и за компьютер, а на электронной почке у меня было 1100, на сегодня там, по-моему, всего 700 осталось, но еще неделю кропотливые работы, и все, наверное, получат номера. Все, что от меня зависит, я стараюсь делать. Так вот, Наташа, я вам отвечу, посмотрю сегодня. Мария Пульникова, добрый день, подскажите, какой мощностью у вас теплицы инфракрасный обогреватель, и вы довольны его работой по обогреву? Обогревателями ИК я очень довольна, на память не помню я мощность, но вы посмотрите весеннее видео, также люди спрашивали, и весной я специально подробно был про обогрев теплицы, я там показывала, марка на коробке написана, мощность, все, все, все. Посмотрите весной, когда еще не было посадки, когда только-только мы начинали, это март или апрель, вот за эти два месяца, посмотрите, пожалуйста. У меня вообще на канале, вот какие бы вопросы не задали, информация есть всякая разная, если не за этот год, то в прошлом году обязательно снимала, если не в прошлом году, то в позапрошлом, уже все по три, по четыре раза, каждый год одно и то же, рассказываем, 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 про обогреватель есть подробное, посмотрите, пожалуйста. Я не помню, правда, уже. Ждем ваши обзоры, как какие-то телепередачи. Спасибо большое. До сейчас телепередачи снимать, пока что время нет, осень. Сейчас вот маленько буду посвободнее, может быть, чаще будем беседовать с вами на разные темы. Оля, я собираюсь, Ирина Силуянова пишет, собираю семена томатов для себя, но меня смутили некоторые блогеры по поводу сушки семян. Скажите, пожалуйста, сколько дней нужно сушить семена, верю только вам. Ира, вот смотрите, я даже не знаю, о чем вы говорите, потому что я, если честно, вы понимаете, что мне смотреть видеоролики других блогеров некогда. Я даже не знаю, как другие выращивают и что другие делают. Если честно, правда, я как капсулю в своем огороде и сильно не... Ну, невозможно же посмотреть всех, что там говорят про сушку, не знаю. Я сейчас расскажу свое. Ну, как, про мои семена. Конечно, это зависит от температуры. Вот вы пишите, сколько дней сушить, смотря где. Или в комнатных условиях, в помещении, или на улице. Я делаю так, когда солнечная погода, я вот август весь заготавливала, у нас стояла жара. Я высушиваю их в придомовой теплице. Это очень удобно. Предыдущие несколько лет я сушила, раскладывала на газету, на лотки, выставляла вот в придомовую теплицу, там очень высокая температура. Сверху немножко прикрывала газетой, потому что почему-то я думала, не знаю почему, что они могут сгореть или что-то там вот от такой быстрой сушки. Но потом я с людьми пообщалась, мне зрители тоже написали, что где-то там на юге, в Краснодарском крае, люди, кто этим занимаются, они сушат прямо на солнце. И это еще дополнительная одна дезинфекция, что солнце, оно как, именно вот обеззараживает от всего. Даже если там какая-то была патогемная микрофлора, все убивается на солнышке. И я вот на свой страх и риск с прошлого года стала сушить прямо на солнце. И правда, семена на солнце просыхают очень быстро, они прям такие. И вот по поводу сколько дней, у меня когда солнечная погода, когда на газетке расстелена не кучка, я вот так именно я раскладываю, прям руками распределяю в один слой, высушивается прям за один день. Их я приношу на следующий день, вот так начинаю переветывать, они как эти, как стучат. Кто и что с ними? Я не пойму, что это. Я все еще учусь. Меня пугает. Что это такое? Еще ответ. Меня напугало вот это что-то постороннее, я не поняла, что это такое, кто-то мучится, но мы продолжаем. И я когда их начинаю вот так расшелушивать, они прям стучат. Кто-то к нам влез тут, короче. Все, семена сушу на солнце, если жарко достаточно одного дня, когда погода не жаркая, я иногда не выношу, держу дома, дома лежат по 3, по 4, иногда даже 5 дней, потому что дома температура, тут же жары нет, тут прохладненько, тут нет сквозняка, тут нет ветра в теплице, они проветриваются. Хорошо, когда вот сквознячок проветривается, еще жаркая такая температура. Скажу так, вы должны сами научиться определять, вот, так сказать, руками, руками, вот так вот. Я подойду иногда в теплице, я вот так возьму их, вот так вот руками, если они еще не шебуршат такие, не стучат, не сыпучие, значит сушу еще. Я все на уровне вот своих ощущений, никаких сроков определенных нет. Надо потом снять просушку отдельное видео, потому что здесь время я терять не буду, я уже увлеклась, начала очень подробно рассказывать, это чревато тем, что я чужое время займу, не успею прочесть. Елена Очкина. Здравствуйте, Ольга Павловна, хотела узнать про свой заказ, который был послан на электронную почту 6 августа с адресом, списком и чеком. Вот смотрите, у нас еще такая ситуация у меня тут попалась. Я вот начала искать Елену Очкину, ввожу в поиск Елена Очкина, все, мне раз вот такое письмо выскочило, написано недоставленное сообщение, я же отправляю и больше не отслеживаю, а тут пишет, что мы вынуждены сообщить вам о том, что ваше письмо не может быть доставлено, я вот читаю, написано, я ей ответила, вот написано, Лена Очкина, 555, написано, заказ примен, номер заказа 433А, ну и все, я объясняю все это, но она его не получила, и так как я нашла сегодня вот это Ленина письмо, недоставленное, значит я предполагаю, что могут быть и другие такие письма, может быть это ни одно недоставленное, проверить всю свою почту я не могу, она забита, там еще около 800 всяких разных писем, поэтому, так, так, поэтому если у вас до 12 числа отправили мне на почту письмо, именно на почту, а не в Однокласснике, но у вас до сих пор нет ответа, напишите пожалуйста еще раз, и мы тогда разберемся, потому что вот видите, оказывается, что по техническим причинам может вот этот Яндекс.Почта почему-то не отправить сообщение, так, все, Елена пришла, Ирина Белова, здравствуйте Оля, скажите пожалуйста, тогда можно будет сделать осенний заказ семян, если летний заказ закончился, с какого, короче все это про следующий заказ, сейчас, но я скажу по опыту прошлых лет, я не знаю, что будет нынче, потому что нынче я разрешила, как, мы же уменьшили минимальный заказ на 150 семян, и хотя стоимость увеличилась, получилось, что по количеству, по штукам заказов намного больше, это значит, что и больше конвертов подписывать, все это дольше, но в прошлые годы, я с 1 декабря обычно начинала уже второй дополнительный прием заявок, это не значит, что я до 1 декабря разошлю все, но мне главное обработать все заявки, провести вот эту инвентаризацию семян, посмотреть сколько остается приблизительно, и принять у людей заказы, которые уже будут надеяться и будут ждать, раньше декабря обычно никогда не получается, так что будет в декабре, будет и обновленный каталог, где я уже вычеркну те сорта, которые закончились, и все будет условия заказа, все, вот Саид пишет, у нас день уже, пятый день дождь, у нас тоже, вот, Анна Арсеньева пишет, расскажите, пожалуйста, как идет борьба с белокрылкой, какой препарат лучше, что вы посоветуете, вот смотрите, про белокрылку я скажу честно, я не буду заявлять, как там некоторые блогеры, я победила белокрылку за один прием, или за пять дней, белокрылку я не победила, у меня сейчас ситуация такая, я обрабатывала, сейчас скажу, что делала, но у меня получилось так, что я ее поздно заметила, и уже по всему огороду растащила, и сначала ее уже не было видно, ее было мало, а потом все больше, больше, я ее просто поддерживала, как вот этими своими обработками, у меня было количество ниже порога, вот этого опасного, для получения урожая, вы все видели, что урожай я все равно получила, много томатов, много всего, но белокрылка у меня была, она может быть и невидима была глазу, но когда я начинала что-то обрабатывать, то там спорхнет, то там, единственное не было в теплице, потому что я в теплице сразу опрыскала, вначале, чтобы она не залетала, опрыскала и чесночное опрыскивание сделала, и все, вообще пользовалась чем, вешала липучки желтые, показывала, включала фумигаторы для мух, вот эти вот, короче, и клеевые ловушки, и фумигаторы, потом актеликом прыскала, но это, конечно, как частично, что-то делала в теплице, что-то на улице, выписывала теплики, но так как теплики у меня сначала не было, сначала я нашла, где его выписать мне посоветовали, потом выписала, потом дождалась, приехали, и вот за это время она немножко уже у меня распространилась, я обрабатывала теплики, но так как весь участок я не могла сразу обработать, а к этому времени зеленая масса, вот всей растительности в огороде была уже огромная, и я просто для того, чтобы обработать, истребить всю белокрылку разом, это надо обработать все, и траву, и зеленые растения, и кустарники, и помидоры, и ну все, 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 и все мои шести плес надо было обработать, мне физически это оказалось не по силам, я обрабатывала, конечно, я боролась с ней, но все-таки сейчас осенью она у меня осталась, я махнула на рукой, рукой на нее, мне сейчас самое главное, чтобы на будущий год ее не перетащить, сейчас нужно тщательно мне убрать всю растительность, потому что вы понимаете, вся эта ботва, вся эта растительность, если какие-то яйца, ее личинки останутся, вся эта ботва сушняк, это утеплитель, она может перезимовать, и может на будущий год снова вылупиться, но в основном вот эти старые взрослые особи, они, конечно, погибнут сейчас у меня зимой, если останутся где-то эти яйца, в крайнем случае весной, если я увижу, я теперь уже буду очень внимательна, весной, если я увижу где-то белокрылку, я буду обрабатывать сразу, я сейчас тепики куплю зимой заранее, закажу, так как все, ну все в интернете, все зрители говорят, что это самое эффективное средство, я закажу, оно у меня будет на готове, и как только первые особи, если я увижу, какие-то там вот эти, ну маленькие, один или два, я сразу буду обрабатывать, пока нет большой зеленой массы в огороде, потому что когда я хватилась, и когда она у меня появилась, у меня уже весь огород, ну весь рост, все росло, все благоухало, было столько зелени, что мне даже тепики, которые я выписала, не хватило, и я нынче, короче, я просто волосилась с белокрылкой, теперь я зато знаю меры борьбы, все, я буду в теплицах сразу вешать липучки, если увижу, буду эту заградительную вешать, вот эти двери-то на магнитиках, я уже купила на теплице, чтобы с огорода, если что, туда ничего не залетало, также сделаю чесночное опрыскивание, которое, я думаю, в этом году мне помогло, потому что в теплицах белокрылки нет, она запаха чеснока боится, она туда не полезла, может быть, не из-за этого, может, просто не залетели, все про белокрылку, у меня нынче, это, фиаско, братан, все, Татьяна Антошкина, хочу спросить, вы томаты садите в лунку под 2 штуки? Тань, тут и спрашивать не надо, у меня половина канала об этом, видео забито все этой темой, в прошлом году показывала, и рассказывала зимой, какие томаты можно садить под баллонку, удобно, какие лучше не садить, какие вообще желательно садить, ну и все, для чего я сажу, сколько при посадке под баллонку в теплицу входит, у меня очень-очень много тем, если бы вы поинтересовались, и хотя бы темы вот так пролистали, то вы бы нашли очень много тем, я даже отвечать не буду, потому что тема эта широкая, многогранная, и всю я ее уже со всех сторон обмусолила, Маруся Владимировна, здравствуйте, то есть сейчас вам нельзя отправить просто оплату, только в декабре, или можно сейчас оплатить, вот я уже опять вам говорю, что я еще не знаю до того, пока я старые эти не обработаю заявки, я не могу принимать у вас деньги, как я могу принять деньги, если я не уверена, что я вам могу выслать семена, я не хочу, чтобы получилась такая ситуация, взяв у вас деньги, а я потом извинюсь, скажу, ой, извините, все разобрали, и семян больше нет, да я в жизни такой ситуации не хочу допускать, не надо сейчас никаких оплат, будет только тогда, когда вот первая волна будет обработана, просто если вы, например, ну как, если очень хотите заказать семена, вы просто единственное, что следите, я вот вам сейчас даю, как инструкцию, или руководство, 1 декабря, также буду выставлять сообщения, и видео, и в нем я скажу, будет ли дополнительный заказ, или не будет ли, скорее всего, он будет, и вы тогда посмотрите каталог, посмотрите, может быть вам уже и не стоит будет делать заказ, может быть вам эти сорта, которые остались, и не нужны будут, зачем вы сейчас будете оплаты, не нужно, так вот Ирина пишет, здравствуйте, вопрос по заказу, оплатила, так, 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 Смирнова Ирина Евгеньевна, Ира, ну я уже зашла в Одноклассники, посмотрела, отправила вам эту заявку, но дело в том, что видите, как получается, что вы оплатили-то первого, а письмо прислали только через, ну это, по-моему, 13-го у вас, через полмесяца, а до этого времени уже все, кто оплатили первого, второго, пятого, седьмого, восьмого, девятого, уже тоже прислали, и вы были, получились как в очереди на рассмотрение заявки, хотя и оплаты у вас ранее, получились потом, но так как по этому очередь, по дате оплаты, номер очереди у вас в числе первых, так что все, я вам там написала, читайте, Владимир Савинкин, собираюсь обработать землю в теплице, медным купоросом подземью, ни разу этого не делал, живой на Урале, холодно обработал, оставил, проморозить, снег надо, сколько накидать снега, вот смотрите, снег я не накидываю, это я вам сказать не могу, купорос обработал, какие удобрения еще внести, если вы вносили компост и золу, то скорее всего, я вот когда вносила золу, я уже суперфосфат не вносила, обычно вносят осенью суперфосфат, раз он длительного действия, он же должен за это время, до весны и весной как-то там, ну, начать усваиваться, если вы золу вносили, но это каждый решает сам, вносит он дополнительно осенью суперфосфат или нет, вообще, если вы суперфосфат не вносите, то можно внести, для профилактики вершинные гнили, или известь пушонку, или доломитовую муку, но это опять же, вы должны знать состав своей почвы, состав своей почвы, кислые она у вас, или щелочная, вот у нас почва кислая, нам нужно вносить, а может быть у некоторых почва такая, что не нужно вносить, это знаете, очень сложно дать вам совет, какие удобрения нужно вносить, если я не знаю, какая у вас почва, может быть у вас вообще такая прекрасная, удобренная почва, плодородная, черноземная, что вам не надо никаких удобрений, вообще я добавляю туда, Да, и вот этот перегной, или как вот у вас компост, и золу. И когда нет, когда есть возможность, вместо вот этой пушонки добавляю яичную скорлупу, все. А фитоспорин лучше весной, конечно, да. Потому что весной, во-первых, там он уже, ну под зиму смысла нет, потому что некоторые могут, наверное, погибнуть. Я не знаю, лично я осенью никогда не вношу фитоспорин. Фитоспорин за две недели перед посадкой. Так, Марина Соколова. В какой области живете? Сибирский регион, Алтайский край, город Биск. Потом Надежда Х. Притомат, Филлябинский метеорит. Расскажите, гибрид или сорт? Вот смотрите, Надежда, я сама в этом году мне прислали эти семена. Ну, пометки не было, гибрид или нет. Наверное, скорее всего, не гибрид. Сама выращиваю его впервые, он у меня до сих пор стоит под вопросиком. Я собрала много, урожайность меня поразила, прям все кусты были облеплены. Просто я дожидалась до конца, когда он вызреет, какой он будет, свет, все. Я про Челябинский метеорит ничего еще не знаю, сама его изучаю. Вот семена будут, например, в этом году. Но сильно ничего я вам такого рассказать не могу. Я вот сравнила, посмотрела в интернете, посмотрела у себя, похож. Значит, это, скорее всего, действительно Челябинский метеорит. Но так как я покупала не в магазине и не где-то на официальных каких-то сайтах, а от частного лица, поэтому я сомневалась до конца. На будущий год посмотрю, сорт это или гибрид, повторит он свои качества или нет. Но, скорее всего, сорт, потому что гибрид мне люди не высылают обычно. Татьяна Атурокова. А, ну вот это что, из Казахстана хотели. Так, все, на этом мы закончили. И сейчас... Я хотела еще последние. Как же это мы сделаем там? Там по последним видео комментарии. Сейчас мы зайдем в минуточку. Комментарии. Вот сейчас про Юсуповский, сегодня выложила. Тоже выращиваю впервые. Для меня это новинка. Но вот Александра, постоянная зрительница наша, которая знает очень-очень много о томатах, пишет, что он крайне популярен в наших бывших республиках Средней Азии. И практически в каждой семье выращивается. Много лет назад попробовала ее в Ташкенте. В Ташкенте это класс, конечно. Да, выращенный под южным солнышком. Вкуснятина. Привезла тогда семена оттуда. Мне вот тоже люди добрые прислали. Ни разу не выращивала Юсуповский. Такой классный томат. Вот так. Ну вот пишет, все, Масимакин, мы их называем розовые крупные. Но вот тут правильно пишут, почему именно вы их так называете? Розовых крупных много. Вот розовые крупные, например, у нас алтайский розовый, его тоже можно назвать розовый крупный. Розовый гигант тоже можно назвать розовый крупный. Ну так что розовый крупный, это еще не обязательно Юсуповский. Так, ну все, наверное, если я буду... А вот про эти, про перцы, все. Увидели люди в обзоре в осенней обработке теплиц, что у меня перец вот этот вот лежит. И начали тут всякие советы, что... Такой красивый перец в кампус. Разве нельзя отдать бедным, прикажанам в церковь, в монастырь? Люди такие интересные. У нас такой маленький город. У нас нет никакого монастыря. Куда я буду бегать с этим перцем? Все соседи, вот пишут, соседям бы отдали. Все соседи с огородами. Выращивают сами. И вы сейчас увидели издалека, кажется, что он красивый. Но когда я убирала теплицу, этот перец был недозрелый, зеленый, вот такие вот колотушки. Это полежав неделю на солнышке, он покраснел. Но теперь он у нас издрявлый. Ну вот как, с какой совестью идти в какую-то церковь, нести недозрелые вот эти пупырышки, которые ни вкуса, ни цвета, ни запаха не имеют. Ну о чем люди говорят, я вообще не понимаю. Если он... Ну что у людей излишков не бывает? У нас, например, мы в этом году яблоки, несколько ведер яблок в компостную кучу выбросили, и груш. Ну потому что падает некогда. Я себе уже все заготовки сделала. Я говорю, морозилка же, она не безграничная. И заготовки и наморозила. Ну что я с этим перцем по городу буду бегать? У меня, во-первых, нет времени куда-то его пристраивать. И он не в таком состоянии, не такой у него товарный вид, чтобы можно было его кому-то принести и подарить не краснее. Ну, вообще. Отходы производства, ага, отходы вот такие, как отдавать, дарить идти в церковь или соседям, ну засмеют. И вот тоже Галина Вальд пишет, в компостную кучу нелогично. И Алексей Леонтьев, отдать лучше соседям. Но я пишу, у соседей есть огороды. И у всех это есть. И не на базар же. Но всем, кому надо, мы уже отдали. Не расстраивайтесь. Все у нас в городе имеют перец свой. Все, до свидания. В компостную кучу это тоже хорошо. Земля, которая подарила мне что-то, я ее тоже этим же подкормлю органикой. Все, до свидания. Я надеюсь, с заказами мы понемножку сейчас времени у меня больше. Разберемся, все получат семена в срок. Все. Всего хорошего.